Здравствуйте, дорогие друзья! Вы наверняка слышали словосочетание «правовая культура». А что такое правовая культура? Чтобы наглядно представить, что такое правовая культура каждого человека, мы нарисовали схему «дом». Наш дом состоит из нескольких этажей, и как каждый дом, он опирается на фундамент. Фундамент – это нравственные убеждения и взгляды человека. На первом этаже нашего дома располагаются правовые знания. Правовые знания вы приобретаете в школе и во время дальнейшей учебы, а дополнительные знания приобретаете самостоятельно. Второй этаж нашего дома – это отношение каждого человека к закону, к праву. И третий этаж – это наше поведение и деятельность человека в правовых жизненных ситуациях. Вот из чего строится здание правовой культуры каждого человека. Знание, отношение, поведение. Как известно, знания мы приобретаем разными путями. И традиционным источником знаний являются, конечно, книги. Читая их, мы узнаем опыт предыдущих поколений и что-то новое для себя познаем. Ну, и существует еще один источник приобретения знаний, просвещения человека. Это человеческое общение. Встреча с компетентным человеком, профессионалом в своем деле, может многому нас научить. Сегодня у нас в гостях профессиональный юрист. Юрист Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России Денис Михайлович Масликов. Ему сейчас мы предоставим слово. А если, друзья, у вас возникнут вопросы, вы можете прислать их в комментарии к этому видео. И Денис Михайлович обязательно на них ответит. Денис Михайлович, вам слово. Здравствуйте. Каждый человек, несомненно, хочет, чтобы его права не нарушались. Чувствовать себя в безопасности и верить в то, что большинство граждан нашей страны является добропорядочными. То есть руководствуются принципами нормы морали, нравственности и соблюдают законодательство Российской Федерации. Но на деле ситуация не столь оптимистичная. Каждый из нас практически с каждого детства, практически с раннего возраста сталкивается с ситуациями, когда его права могут нарушаться, возникают конфликтные либо спорные ситуации. И одной из причин возникновения таких ситуаций как раз является недостаточно высокая правовая культура граждан, основу которой составляют знания о своих правах, обязанностях, умение их реализовать и разрешать конфликтные ситуации правовыми способами. Поэтому непосредственно целью моего сегодняшнего выступления является ознакомление вас с основными правами и обязанностями несовершеннолетних. Для того, чтобы вы более уверенны и чувствовали себя в реалиях современного общества. Кроме того, постараюсь с вами разобрать, чем опасна чрезмерная активность в социальных сетях, в сети интернет. Ну и, пожалуй, с первого, с чего мы начнем, это разберем права и обязанности несовершеннолетних. Как правило, источники прав и обязанностей несовершеннолетних являются нормативные и правовые акты как международного, так и российского законодательства. Как и международного права, так и российского законодательства. В число которых можно отнести это Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН по правам ребенка, Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс и прочее. При этом частью прав мы обладаем с рождения, а часть приобретаем в процессе жизнедеятельности, с момента достижения определенного возраста. Права, к которым мы обладаем с рождения, относятся это право на имя, жить и воспитываться в семье, Право на заботу со стороны родителей, на защиту своих прав и законных интересов родителями, законными представителями, опекунами и органами государственной власти, такими как прокуратура и суд. В дальнейшем, и большинство из них закреплены в главе 11-й Семейного кодекса. Но в силу небольшого возраста, обязанности и ответственности, до 6 лет гражданин не несет. С 6 лет уже у гражданина возникает дееспособность. Дееспособность малолетних. Она закреплена в статье 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. При достижении такого возраста, малолетний уже может совершать мелкие бытовые сделки. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, которые не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации. А также сделки по распоряжению своим имуществом, которые он получает от родителей. Игрушки. Да, и игрушки. Ну, то есть, совершать сделки по распоряжению средствами, предоставляемые родителями и другими людьми. Ну, согласие, опять же, этих родителей. Ну, и в силу возраста к нему добавляются обязанности. В основном они заключаются в том, чтобы он соблюдал порядок, правила внутреннего распорядка учебного заведения и учебной дисциплины. Вот в дальнейшем с 10 лет также добавляются права. Это право, в первую очередь, это право на учет своего мнения при решении каких-то семейных вопросов. Также право предоставляется ему быть заслушанным в ходе судебного разбирательства. И давать согласие при решении таких вопросов, как изменение своего имени, фамилии и восстановление в правах родителей. Наиболее широким спектром прав он наделяется при достижении 14-летнего возраста. Это, в первую очередь, возможность самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав. Работать в свободное от учебы время, то есть осуществлять трудовую деятельность, но, опять же, с разрешения законных представителей и не более 4-х часов в день. Заключать, опять же, бытовые какие-либо сделки и даже открывать вклады в банках и распоряжаться своими денежными средствами. Но в силу возраста в него возлагаются и обязанности. Возлагается ответственность за нарушение трудовой дисциплины и может подвергаться уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, к которому относят убийство, кража, вымогательство и даже завладение чужим транспортным средством. Ну и прочее. Это самые такие основные, которые могут встречаться в этом возрасте. С 16 лет гражданин при наличии уважительных причин может уже вступать в брак. Ну, при разрешении органа местного самоуправления. Он также может осуществлять трудовую деятельность. Количество часов увеличивается, но, опять же, не более 36 часов в неделю, согласно трудовому законодательству. И также может признать себя полностью дееспособным при разрешении родителей или по решению органа опеки или суда. То есть, так называемая эмансипация. Согласно статье 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну, а в 18 лет уже человек является полностью дееспособным. Может своими действиями приобретать права и обязанности и нести, соответственно, ответственность за них. Это вот, что касаемо прав и обязанностей несовершеннолетнего. Теперь перейдем, как мне кажется, к наиболее интересной теме. Это как не пострадать за лайки и посты в социальных сетях. Поскольку в современном мире мы все пользуемся социальными сетями. Комментируем что-то, выкладываем, постим, репостим и прочее. В той или иной мере. Несмотря на то, что какого-то определенного антирепостного закона на данный момент не существует, все же контроль за распространением информации каждый год ужесточается и непосредственно ведется. Судебная практика знает немало случаев, когда к уголовной ответственности привлекают не только тех людей, которые непосредственно занимаются противоправной деятельностью, которых направлено на распространение экстремистской информации, но и также обычных лиц, которые в той или иной мере недопоняли смысл поста, но тем не менее распространили ее посредством репоста или нажатия, либо пролайкнув эту информацию. Чаще всего уголовная ответственность наступает за действия в сети интернет, за распространение экстремистских материалов. Причем распространением является не только репост или выкладывание самостоятельной записи, но и также, допустим, если вы лайкнули этот пост, и в дальнейшем он отобразился в ленте новостей социальной сети. Все это будет уже являться распространением. Также подвергаются к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, реабилитацию нацизму, пропаганда и публичная демонстрация нацистской и других экстремистских организаций, атрибутики и символики. Данная статья также является, в принципе, распространенной, и даже был такой случай, встречался в судебной практике, когда девушка в социальной сети «Контакт» разместила фотографию своего дома в период нацистской оккупации, на котором был изображен флаг Третьего Рейха. Она опубликовала снимок без цели распространения национальной символики Третьего Рейха, но, тем не менее, правоохранительные органы привлекли ее к уголовной ответственности, пусть даже и небольшой. Они назначили ей только штраф. Но все равно приятного в этом мало. Также к таким ситуациям относятся и оскорбление и клевета, и оскорбление чувств верующих. Большинство противоправной деятельности в социальных сетях квалифицируется по статьям 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. И статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключающаяся в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Но также часто встречается и квалификация статьи 148. Это нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Резонансное и публичное дело произошло в августе 2018 года. Гражданка Мария Мутузная разместила изображение на своей странице в социальной сети «Контакт» с представителями Русской Православной Церкви. Мало того, что на этом изображении располагался представитель Русской Православной Церкви, но также был и текст. Как она объяснила, смысл этих фраз заключался, этого текста этих фраз заключался в чёрном юморе. Но никакого плохого отношения и смысла при размещении она не закладывала в эти посты. Тем не менее, её привлекли к уголовной ответственности по 148 статье Уголовного Кодекса. Она была осуждена. И включили в перечень Росфин-мониторинга. Состоять в этом списке – это всё равно, что состоять в списке экстремистов. И в дальнейшем она не имела возможности открывать банковский счёт, заводить кредитную карточку, так же, как и оформлять зарплатную карту, и выполнять ещё ряд банковских операций. Возбуждение таких дел происходит двумя способами. Первый способ – это на основе мониторинга правоохранительными органами посредством определённых алгоритмов происходит мониторинг социальных сетей. Причём алгоритм у них настроен так, что они выявляют только непосредственно настоящих преступников, которые осуществляют экстремистскую деятельность, распространение информации экстремистской деятельности и террористической направленности. Привлечение к уголовной ответственности обычных пользователей социальных сетей возникает на основании заявлений других пользователей социальных сетей, так называемые доносы. Только после получения такой информации правоохранительные органы начинают проверять эту информацию и в случае подтверждения наличия этой информации уже возбуждают уголовное дело. Смотря на то, что иногда не регистрируют страницы под своими фамилиями и также не содержат эти страницы и изображения настоящего пользователя этой страницы, правоохранительным органам все равно известно, кто является законным владельцем этой страницы, поскольку администрация социальных сетей активно работает с правоохранительными органами, предоставляет им информацию о том, когда человек зашел в социальную сеть, через какое устройство и с какого адреса. Поэтому оперативникам в случае выявления нарушения и признаков преступления недоставляет сложностей выехать на место и задержать этого человека. Так, что же делать, чтобы избежать уголовной ответственности? Тут все так же два варианта. Это либо исключить публичную активность в социальных сетях, либо как-либо ограничить ее. Либо не размещать посты и записи, содержащие текст, тексты, либо какие-либо иные фразы. Потому что объектом экспертизы, как лингвисты, так и религиоведы, является именно сам текст этих постов. И зачастую даже они при заключении экспертиз пишут различные выводы относительно содержания этого поста. Поэтому, если вам уж сильно захотелось поделиться записью, которая вам понравилась, выбирайте ту, которая никак не подписана и не содержит каких-либо фраз. Также подлежит уголовной ответственности и оскорбление и клевета в сети интернет. Зачастую это можно встретить в комментариях под каким-либо постом. Причем под клеветой понимается распространение заведомо ложной информации, порочащих в честь и достоинство личности и деловую репутацию. А под оскорблением подразумевается высказывание оценочных суждений в неприличной форме как самому лицу, к которому они относятся, так и публично для третьих лиц. Ответственность за оскорбления бывает как уголовная, это статья 319 Уголовного кодекса, так может подвергнуться и за более мелкие какие-либо оскорбления. это административные, статья 5.61 КОАП РФ. Наказание за клевету, как правило, уголовно-правовая. Это статья 128.1 Уголовного кодекса и 298.1 Уголовного кодекса. Также часто используется незаконная какая-либо фотография пользователя и зачастую подвергается существенному изменению посредством фотошопа. Если вам стало известно о том, что ваша фотография пострадала посредством изменения в фотошопе и каким-либо образом задевает ваши чувства, то вы можете за использование этой фотографии без вашего согласия обратиться в суд за возмещением морального вреда согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку личная жизнь каждого человека приравнивается к небатериальным благам и охраняется государством. В общем, это вся информация, с которой я хотел вас сегодня познакомить. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok